Поля в Слободзейском районе. Комбайны рассекают их с утра и до позднего вечера. Убирают пшеницу. Сезон набирает обороты. Работы много. Здесь почти тысячи гектаров. На экране здесь у меня ображается высота среза, сжатки. Когда чуть-чуть где-то есть неровная почва, она начинает копировать сама. Подстраивается уровень уборки. Вот видите, на поле там у нас убрано и ровненько, чтобы везде ровненько. Если было поле кривое чуть-чуть, она ровненько берет все. В этой агрофирме в среднем с гектара собирают около 25 центнеров. В прошлом году было 58. Повлияла осень без дождей. Это у нас сорт остарта безоста. Чем хороший сорт, тем, что он не осыпается. То есть даже вот при таких засушливых условиях, то есть все зернышко остается в колосе. Осталось только комбайну собрать. Если его посчитать, мы уже считали там около 42-45 зерен в колосе. Мы думаем, мукомольные качества зерна будут очень хорошие. С хорошей клейковиной. То есть я считаю, что вот это все зерно пойдет на переработку на муку. Средние показатели по всему району немногим больше. 26 центнеров с гектара. Учитывая то, что урожаи прошлого года были очень хорошие, есть достаточное количество еще остатков прошлого урожая на складе. То есть даже рассматривая наше хозяйство, у нас на складе в районе 500 тонн хорошей качественной пшеницы, которая пригодна для выпечки хлеба. То есть даже уже на данный момент идут переговоры на то, чтобы ее передать предприятиям, которые будут ее перерабатывать. В данном году у нас нашего валового сбора зерна, то есть именно по урожайности пшеницы, вполне достаточно будет, чтобы обеспечить продовольственную безопасность всей республики. И я думаю, что даже неоднократно останется зерно на экспорт. В целом в год потребляется хлебопекарная пшеница до 40 тысяч тонн. В Слободельском районе мы планируем собрать около 60-70 тысяч тонн. С поливом урожайность была бы выше. У Евро Рост Агра под орошением 500 гектаров, но пшеницы под поливом нет. Между тем водой надо обеспечить все. В Слободельском районе уже несколько лет восстанавливают систему полива. Свыше 12 тысяч гектаров мы за пятилетку увеличили площадь орошаемых земель. А было? У нас было 3 тысячи примерно. В настоящее время чуть более 15 тысяч гектаров орошаемых земель. Вот мы наблюдаем, вот на данном поле находимся с посевами гороха. Здесь всего-навсего был один полив. Ну, даже этот один полив спас. И на данном земельном участке прогнозируется урожайность в районе 20, может быть, даже 22 сантиметров с гектара. А мы могли бы получить от 10 до 15. К ноябрю полей с водой будет еще на 2-4 тысячи гектаров больше. Это в планах. А это уже поля Григориополя. Проблемы те же. Многие фермеры по-прежнему ждут дождей. На неделе приезжал президент. По пшенице есть поля до 30 сантиметров, есть поля, которые до 20 сантиметров. Разные места по-разному дожди шли. В сторону Малоеж дождей не было. 18 сантиметров с гектара. Здесь убираем 28 сантиметров с гектара. А у вас подорожения пшеницы нет? Пшеницы нет подорожения. В этом году около 1000 гектаров мы провели заново растительные сети и закупили РКД поливочной машины. И сегодня под поливом находится кукуруза. Всего в Григориопольском районе с водой 9 тысяч гектаров земли. Еще на 5 с половиной тысячах орошение обеспечить можно. Наша концепция останется прежней. Развиваться, конечно, надо. И мы за счет именно наших резервов, за счет бюджета будем ремонтировать насосные станции, подавать воду магистрали к точке. А ваша, конечно, задача, те, кто конкретно работает на земле, подключиться и уже за счет своих инвестиций внутренних развиваться. При этом мы, конечно же, будем давать льготные кредиты. И у нас будет гибкая цена по воде. На сегодняшний день она очень маленькая, 70 копеек. Да. Но, тем не менее, механизмы нам позволяют регулировать эту цену и для начинающих аграриев. Убирают сейчас не только зерновые работы и в садах. Григориопольский агрокомпакт выращивает абрикос. Часть уже собрали. Первый сорт в холодильнике. По этим абрикосам стандарт 40 мм и выше. Они достигают размера где-то 55-60 мм. А это сады Евророст Агра. Поспела поздняя черешня. А со скольки уже работаете вот сегодня? С шести утра. И сколько собрали вы только на вашем участке? Примерно уже 500 ящиков. И в ящике где-то сколько? Килограмм 5-6? Шесть с половиной семь. Для интенсивного сада, вот где вы сейчас находитесь, оптимальная урожайность это 12-15 тонн с гектара. Общая площадь у нас 7 гектаров. Ну, соответственно, можно посчитать. Ну, для этих сортов поздних, я думаю, что должны выйти на цифру 10. Это четвертый год у нас этим растениям, этим саду. Поэтому он еще не вышел на свою пиковую урожайность. По хозяйствам, насколько я знаю, черешня есть. И в этом году не очень высокая цена на нее на рынке. Поэтому как бы всем доступно, все могут приобрести. Черешня на рынке в Тирасполе максимум 20 рублей. Абрикосы и персики от 10. В этих садах их начнут собирать к концу месяца. Редактор субтитров А.Семкин